Уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла здесь, как у себя дома жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Мы с мужем коренные крымчане. Живем здесь с 14-го года. Еле-еле нашли в Алуште квартиру со слабыми хозяевами. Там жили эти крымско-татарские пенсионеры какие-то. Мы же чисто по-человечески настучали на них ФСБ, их куда-то забрали и увезли. А мы опять же чисто по-человечески начали за квартирой присматривать. Даже документы на себя переоформили. По-человечески чисто. Вообще не хочу уезжать. Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма. Но зачем бомбить в ответ? Ответьте мне. Люди добрые. Здесь все люди такие добрые. Смотришь на них и сам становишься добрее. А ну отошла от машины, лохудра. Че тебе надо-то? Нет у нас мест. Пешком вали из Крыма со своими грудничками. Сама нарожала, сама и носи их. Вообще не хочется уезжать. Мне друзья из Залубки звонили. Они у меня в телефоне таки записаны. Друзья из Залубки. Тоже говорят, что не хотят уезжать. Тоже жили не у себя дома, как у себя дома. Душевно так, по-домашнему. Не хочу возвращаться в свой Волгандонск. У меня ж там муж в розыске. Работы нету. Еще и эти озлобленные мерзкие людишки, которых мы кинули на бабки. Как их эти? Родители мужа. Куда теперь нам ехать? У меня родители живут в Великом Устюге. Но там же из Великого только же название. Отец всю жизнь проработал на заводе по производству устюгов. А мне же мама всегда говорила, Маргарита, шалава ты дворовая. Не пойму, только зачем я это сейчас вспомнила. Так хорошо все было. Жили себе спокойно в украинской квартире на берегу моря. А теперь что? Придется возвращаться в свою квартиру на берегу кладбища. Не хочу уезжать. Здесь такая природа. Выйдешь с утра, пахнет кипаризами, туями. А у нас там только одними туями и пахнет. Просто нет слов. Нет слов. Хочется криком кричать, а слов нет. Да не о слов, а слов нет. Осел ты глухой, уйди отсюда. Все говорят, что это произошло из-за неосторожного курения. Ну вот скажите мне, ну что в Крыму можно было такое курить, чтобы аж 10 самолетов взлетели на воздух, даже не взлетая. По телевизору говорили, что ПВО нас защитит, что у нас самая надежная ПВО. А по факту оказалось, что там ПВО. Господи, так хочется, чтобы был мир во всем Крыме. Ну жили же себе мирно, тихонько воевали с Украиной. Ну это-то что началось? Неужели лидеры двух стран не могут просто договориться между собой, чтобы мы их бомбили, а они нас нет? Так все хорошо в этот день было. Лежу на пляже, никого не трогаю. Грызу качан своего мужа. Ну кукурузу в смысле. Муж купил, а есть не захотел. Тут дочь подбегает такая испуганная. Мамулечка, валим отсюда. Не спасет нас твой деревянный домик. А я смотрю на нее такая вся в шоке. У меня ж дочери-то никогда и не было. У нас только сын. Полгода назад в Таиланд уехал, я его с тех пор и не видел. Вообще не хочу уезжать. Мы здесь столько всего не успели сделать. Дворцовых ворон не посмотрели. Ой, воронцовский дворец не посмотрели. В Бабу Клаву хотели съездить, понырять с аквалангом. В дельфинарии хотели поплавать с дельфинариками. На iPad не поиграли. Ой, на iPad не побывали. Не хочу уезжать. Мне страшно. Сейчас будем переезжать Крымские мосты. Я боюсь, а вдруг там под мостом тоже кто-то курит. Не для того наши солдаты лежат в украинской земле, чтобы мы вот это стояли сейчас в пробке обратно на российскую землю. Так не хочется уезжать. Окры, мы уедем, но знаете, мы заберем у вас все. Все, что было украдено у вас непосильным трудом, все-все-всешечки заберем. Ведь только с Россией Крым будет чувствовать себя в родной гаване. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!